Я хочу сказать, что сама Ильведа, можно ее разделить на две больших части. Это наука о том, как не болеть, наука о профилактике, и вторая часть, которая немного больше, к сожалению, потому что мало людей сознательно, которые пользуются первой наукой. И вторая о том, как уже лечить уже появившиеся заболевания. Но по Ильведе считается, что если ты уже запустил какой-то сильный полист, то это говорит о невежестве в уме, в том числе, чаще всего. То есть есть разные причины заболевания. Одна из них, просто ты не думаешь наперед, ты непредусмотрительна. И Ильведа это та наука, которая учит нас, прежде всего, вниманию к своему телу. Не пускать нашу жизнь на самотек. Ко всему относиться очень трепетно, обслуживать это тело. И прежде всего, понять, как его обслуживать. И вот Ильведа это инструкция для нашего тела. Если вот критические знания я бы сравнил, как с инструкцией вообще в жизни и нашего поведения в социуме, то Ильведа это знания, которые нам говорят, дают познать себя. Потому что все слышали такое философское утверждение, но оно касается не только каких-то духовных, интеллектуальных аспектов, оно касается нашего тела. Как мы можем быть успешными, даже социально, если мы не знаем себя, если мы не знаем, что для нас хорошо, что для нас плохо, то есть какую деятельность лучше выбирать, исходя из нашего темперамента, исходя из наших психических каких-то уже прошивок, нашего этого кода генетического, который говорит в том числе о нашей неповторимой конституции, интересной конституции. Вот сколько людей, сколько непохожих, вот как нет одинакового ДНК, так нет одинакового сочетания этих дождь. И только мы можем глубоко понять, кто мы есть на самом деле, и что нам надо для здоровья и счастья, соответственно. Цель аюрмеды – это стать счастливым. Но невозможно стать счастливым с больным телом. И вот аюрмеда, она как раз дает эти знания, как поддерживать здоровье тела и вообще не болеть. Вот этот раздел о профилактике, он называется «Сваст хабрита» – аюрмеда для здоровых. И вы знаете, даже в древних писаниях у Гиппократа и Элицены в текстах были многие упоминания и рекомендации на профилактику гигиену. К сожалению, современная медицина, она как-то вот удалила этот… Вот сейчас стал невыгоден вот этот раздел, который еще можно сказать, вот при… в тех же советах, ну, мы знаем, насколько вот было поставлено вот в эти всевозможные профилактические действия. В принципе, надо же как… Наши детьми водили там, показывали врачи, каждый год была какая-то проверка, нас смотрели, вот куда-то возили вот. Сейчас такого нет. Сейчас, в принципе, выгоднее, чтобы человек болел и работал на аптеку, чем, например, его лечить или постоянно бегал по врачам. Вот. И понятно, профилактика для того, чтобы не болеть, это как бы невыгодно сейчас современному бизнесу. Но мы должны включать свои мозги, понимать, что никто за нас не позаботится так, как позаботимся мы сами. И мы сегодня поговорим о разделе, который называется в Айюбеде «Дина Ачария». «Дина Ачария» – это действие, «Ачария» – действие, «Дина» – это день, то есть действие в течение дня. И какие действия должны быть, они вот у каждого немного будут меняться. Но есть вот такие действия, которые рекомендованы всем. И в основном мы будем говорить сегодня о них. И вот с самого подъема, как, прежде всего, ухаживать за своим телом и как ухаживать за органы чувств. Потому что органы чувств – это вот те приборы, через которые мы познаем этот мир, через которые мы контактируем, через которые мы чувствуем краски этой жизни. Слух, запах, через сынение. И когда мы это все ощущаем, то мы не радуемся, у нас другие эмоции. И совершенно по-другому это будет, когда с годами у нас эти чувства вяло. Можно сказать, что мы здоровы настолько, насколько здоровы наши чувства. И мы молоды настолько, насколько молоды наши чувства. И то есть теряется чувствительность, теряется острота чувств, соответственно, теряется качество жизни. А «Импеда» – это как раз наука о качественной жизни, а «Здоровой» – то есть в сознании. Из чего? Ну, встать, мы начнем с самого подъема. Встать рекомендует Айюмеда – это прах по мухурту. И тут можно сказать, это по рекомендации, исходя из того, что вот с двух до шести утра, и вот до шести утра, где-то до пяти, до шести, есть там такой период мухурта. Мухурта – это как 48 минут. Это как одно из измерений времени. То есть там не было часов, в физические времена была мухурта. И по айурведе вот каждая мухурта, она предназначена для чего-то. То есть в эту мухурту лучше кушать, в эту заниматься спортом, в эту работать, в эту получать знания. То есть вот для каждой мухурты есть свои какие-то рекомендации. Соответственно, вот и айурведы это расписывают. И самое благоприятное для подъема, это называется прахма мухурта. Прахма – это Господь-Создатель этого мира. И вот прахма – это самый сильный интеллектуал после Верховного Господа, который вот это дает нам вдохновение, в том числе и на духовную жизнь. И вот каждый из нас знает, что иногда даже и не вы... Ну, меньше поспишь, но встанешь в правильное время, ты более живой, чем, например, ты как бы выспался, но встал позже время, и ты можешь ходить целый день разбитым. Это вот очень важно, в какой период мы становимся, встаем, и как мы его заряжаем, потому что мы сразу впитываем энергию вот тому времени, той души, которая в данный момент находится. Для того, чтобы рано встать, то есть надо рано лечь. И это важно. Также вот по юмиде для себя пока, я не совсем реализованно этого говорю, когда уезжаю на отдых, то это получается лучше. В Киеве не всегда, но надо... Я вот вспоминаю, хотя бы в 12 леч, потому что я знаю, что вот с 10 до 2 это время, которое в мой организм обновляется. То есть это время питы, которое уже чистит и трансформируется, когда организм чистится. Если в это время мы не спим, здесь едут, то мы просто будем накапливать и токсины, и будет накапливаться вот эта усталость. Это время для поработать лечени. То есть мой доктор говорит, ты не вылечишь лечень, пока ты не нормализуешь сон. И я действительно вот сколько я смог. А в поездках или на отдыхе я нормализуюсь сон, то есть всякие симптомы тогда пропадали. Первое, чтобы мы проснулись, мы должны, вот не рекомендуется сразу вставать. Мы должны проснуться, мы должны себя прочувствовать. Мы должны как-то самонастроиться. Есть даже вот в нашей культуре такое понятие «стать не с той ноги». И вот правильно очень важно вот «стать в с той ноге». Для того, чтобы встать в с той ноге, прежде чем встать, надо осознать, кто ты, что ты. Для верующих людей вспомнить создателя, вспомнить какие-то позитивные моменты. Вот как-то самонастроиться. То есть вот этот важен очень настрой. Мы себе как бы заряжаем, мы делаем день наберёд. И после этого мы встаем, мы начинаем мы самодиагностируем еще, друзья. То есть мы должны, как мы себя чувствовали, как мы встали, вот как у нас есть у нас НРБ, болит у нас что-то, не болит, потому что АЮБИД – это наука о постоянной самодиагностике. И если у нас мы будем внимательны к себе, мы будем не допускать какие-то проблемы дальше и ловить их на самом начале, когда это будет, или усталость, или какая-то сухость. И первое, мы подходим к зеркалу и чистим язык. Но перед тем, как чистить, мы его просто диагностируем, мы смотрим, какой там налёт, то есть какого он цвета, где он расположен, уже язык, по сути дела, это один из основных показателей работы нашего пищеварения и зашлакованности нашего организма. И это совершенно простая такая функция прийти и посмотреть свой язык. И о чистоте организма говорит красный, необоженный, вот алый, куковой язык, то есть в зависимости от дождя, он цвет разный, но он должен быть чистый, он должен быть красный, он должен быть насыщенного цвета, вы должны делать это каждый день. Не у всех он без каких-то процедур, у большинства людей, это без каких-то препаратов, например, той же триполы, которая помогает освободиться от этого налёта и очистить кишечник. То есть мы должны понимать, то есть у большинства людей, ну, как правило, язык не самый чистый. Ну, это нормально, мы просто должны понимать, к чему мы стремимся. Мы должны почистить язык, и после этого мы должны пойти выпить воды. И тут вода для конституции пита, она может быть комнатной температуры, для людей огненных, которым чаще жарко, когда они куда-то приходят. Но вот для людей конституции вата, то есть удачавых, таких вот, подвижных, ветреных, то есть для них будет больше подходить тёплая вода. И для капкай в конституции тоже будет подходить тёплая вода. И она может быть как, ну, не горячая, но тёплая вода будет действовать намного лучше. То есть она лучше запустит пищеварение, и она лучше, вот, она уже будет нарастворять, вот, возможные токсины и агру. После того, как мы выпили воду, так устроен наш организм, если вот он здоров, то есть нам захочется сходить в туалет. Ну, вот так должно быть правильно. И тут вот очень важно для того, чтобы правильно ходить в туалет, то есть вот тоже вот в правильное время вставать. То есть люди, которые встают в правильное время, когда вот график молодостат, они видят сами, как вот налаживается и работа их организма. Потому что мы дети природы, тут всё так выстроено за миллионы лет, чтобы вот именно организм у нас работал вот так. А вот наша современная жизнь, то есть когда мы создавались и отрабатывались, вот на, оттачивались на протяжении вот этих многих лет, то у нас не было, у наших ветков не было этих гаджетов, то есть они понимали, что наступила темнота, что надо спать, вот, не смотреть там ни знакомых, ни для людей, или что-то ещё, какие-то политические баталии. Вот. И, соответственно, мы по этому болеем, поэтому столько много у нас и бессонницы, и психических расстройств, и вообще неудовлетворения жизни. То есть Алиуеда, она научит вернуться к природе, жить вот по природе. И та же дедачария, она учит то, о том, что вот мы дети природы, которые должны жить вот в её ритмах, вот, всё, всё строить, вот только, вот исходя из своей неповторимой конституции, времени года, нашего климата, вот, из вот этих вещей. А после того, как мы выпили воду, исходили в туалет, ещё, вот рекомендуется, ну, такой вот, мыть половые органы, анус, ну, это такая традиция, вот, воюю веке. Читается, если человек не помылся, это не только утром, это и днём, то есть он считается, как бы, раскреплённый. Ну, там, даже, ну, какие-то вещи нельзя делать, там, какие-то обряды, пока вот он, не смогу, и всегда получается. Кто практикует, тот знает, что, вот. И это будет, тоже, вот, как хорошо для здоровья. То есть у мусульмана, это развито хорошо, наши люди, вот, больше как-то привыкли к культурной бумажке, но это, если есть возможность мыться, то лучше мыться. так, что после того, как мы вышли из туалета, вот как делаю я, то есть она рекомендуется, там, чуть позже, но вот как, вот, я поделюсь вот своим опытом, мы должны хотя бы раз в неделю, лучше два раза в неделю, чем с Сашей мы восстановимся, это делать опьянку. Она делается тёплым, бунжутным маслом, на раз, вот у меня уходит, я так достаточно жирновато, то есть где-то порядка, там, 30-50 грамм, мы должны подогреть, это количество, мы должны полностью умасливаться. То есть, дорогие мои, это такая процедура, которую ты чувствуешь с первого раза, и которую вот сложно заменить какой-либо таблеткой, каким-либо другим средством. То есть это борьба с ватой Доши, это как бы антидот вата Доши, то есть старение, это подъем вата Доши в наши организмы, то есть это подъем сухости, это подъем холода, это подъем лёгкости, и что мы должны противопоставить, как и говорили в нашей прекрасной электроэнергии, то есть мы должны противоположное противоставлять, и самый сильный природный антидот вата Доши, или вот как бы Доши старения, это как раз масло. Поэтому многие, некоторые ватчи считают, что аюведа это как обмазывание маслами. Ну это там одна десятая аюведы, но она тоже присутствует очень широко, это постоянно умасливание. У кого нет возможности умасливать себя полностью, по разным причинам, вот то хотя бы умасливать там какое-то время голову. Это рекомендуется как косметическая процедура, это рекомендуется как укрепление стабильности, то есть вот эта сухость, когда наступает в голове, то это как раз и атеросклеротические изменения, это им надо всевозможные психические нарушения. Я как-то посоветовал своему другу промасливать другу, он первый раз промасливал, там было специальное масло, Брин Гараж, он сказал, я с супругой, они с супругой это сделали, мы первый раз спали, я как дети просто, ну забыли вообще, прямо без сна, вот уснули, я всем уснули и забылись, я всем рекомендую промасливать себя. Промасливание утром или вечером лучше? Смотрите, вообще Байл-Веда рекомендует и в идеале, и промасливать себя и утром, и вечером, в идеале. То есть вот люди, которые считаются, вот уже для старше 45 лет, и должен себя промасливать каждый день. Я просто понимаю, что не каждый день, не я не каждый день делаю, но я делаю в образное, раз, два, три, раз, три дня. Я делаю в спортклубе, я перед тем, как закажу, я себя наносим наношу масло и закажу в баню. Я чувствую, как вот после этого меня просто переключает. Вот. А дома, дома я делаю, немного реже, я делаю вот раз в неделю, я полностью намазываюсь, и потом я продолжаю другие, вот уже действия, которые надо для ухода, по уходу за телом. И мы чистим. И вот Чарка говорит, что Абхьянга, она дает не просто даже здоровье, она дает счастье, то есть она дает вот такую энергию счастья. И даже, ну вот у меня один там такой мистик, такой понимающий, вот он говорит, я почувствовал, я начал делать Абхьянгу, как бы просто укрепилась моя защита, и укрепилась, усилилась моё энергетическое поле. Вот такие вещи, то есть это, ну, суть растения, зерно, из него выдавили маска, то есть это вот, квинтэссенция биологически активного вещества. И мы намазываем себя, и то есть наша кожа является как органом выявления, так и она может себя впитывать. И когда она впитывает, она впитывает и витамины, и микроэлементы, и так же она впитывает в себя вот эту силу, природную силу. И вот промасливание, оно укрепляет отжесть, то есть вот нашу батарейку, которая питает все системы, в том числе иммунную систему. А если пить? А? Если пить. Масло? Да. Да, тоже хорошо. Потом вы смываете масло? Да, потом я масло смываю, ну, я его смываю в конце. Сколько времени нужно протяжать? Смотрите, рекомендуют вообще хотя бы 30-40 минут, оптимально. То есть 40 минут, это вы выполнили полностью, ну, как бы, план. Хотя я, когда я чувствую, вот там, после, например, перелетов, то я могу вообще его просто стереть полотенцем. И потом ты смотришь просто, или ты походил, или там полежал, как подел какой-то, вообще-то бумажный, или ты смотришь, чтобы там через час-два оно все впиталось. То есть организм сам забирает. Это, кстати, один из показателей. То есть вы на себя тонким слоем намазываете, и вы видите, то есть впитывается или нет. Чем больше впитывается, тем больше вам это надо. Ну, это вот из практики. А иногда вижу, оно не впитывается нормально. Мне оно сейчас как бы и не подходит. У меня просто много капки, то есть мне, поэтому мне и часто, оно вот каждый день мне оно пока не очень подходит. После этого мы чистим зубы. Вот мы намаслились, и мы начали уход за своим телом. Но чистим зубы есть как замечательные пасты, ну, как назвать аюргетическими будет неправильно, потому что в аюргене нету зубных паст, а есть порошки, на аюргене чистят порошками. Но это как бы с растениями аюрведы. То есть вот эти зубные пасты, это они в любом случае там, ну, чуть-чуть лучше за счет вот именно природных компонентов, больше, большее количество, чем такие вот пасты химической промышленности, известных таких гигантских ферм. вот, вот, но, аюргетисты, вот, в Индии, они пастами, ну, вот, редко чистят, они или палочками чистят, или чистят порошками. И вот, можно очистить, я, например, чищу пастами, потому что, когда, и чищу порошками. Лучший порошок, вот, который подходит всем, всем, это просто растение, препарат, такой, грифово. Вот, все знают, то есть, вот, там вот, как бы, все три доши приводят к равновесии, и поэтому, вот, его рекомендуют. Но, есть и сложные, есть и сложные составы, есть вообще, вот, я бы, у разных аюргетистов, они делают себе индивидуально сами. То есть, они просто, надо понимать, что они содержали, как можно большее количество вкусов. И, есть, там, составы, там, есть, и гранатовая, корка, и в разные семена, вот, и, ну, лучше, лучше, вот, трифала, она тоже, вот, содержит все эти пять вкусов, кроме соленого, и она, как раз, за счет вяжущего вкуса, там, укрепляется весна, за счет острого вкуса, там, это, она имеет, вот, бактерицидный эффект, улучшает кровообращение. То есть, вот, рекомендую, даже, кто, вот, привык к пасте, я просто еще привык к пасте, я не то, что выбираю нормальную пасту, но, вот, регулярно я, как добавка к чистке пасты, то есть, я добавляю еще чисто трифала, вот, трифала, это уникальный такой препарат, из трех фруктов, который сам по себе, этот фрукт, например, вот, каритаки, как переводится, уносящий болезни, вот, и, мы должны, и вот каждый, амаваки, каритаки, гипитаки, это каждый по себе, с огромным потенциалом, лечебным потенциалом, вот, и когда они вместе соединины, они вот друг друга еще увеличивают, это, трифала, она применяется везде, как и маски для головы, и, как закапывание глаз, отваром, трифалы, как и внутрь, ну, как всевозможные отвары, то есть, это, я вот всем рекомендую вести в свою жизнь трифалу, после этого мы вот, после этого вот в такой, так вот написано в такой последовательности, в текстах, после этого мы украшиваем за своими глазами, и чисто глаз нам необходимо, как вот чисто зубов, потому что одной важнее, то есть зубы, слава богу, сейчас мы можем как-то восстановить, чудеса стоматологии, ну, они невероятны, вот, но вот восстановить глаза пока не всегда получается, вот, и далеко не всегда, вот, и для этого в аэрведе есть, там, целый комплекс рекомендаций, как ухаживать за глазами, то есть глаза надо и промывать, глаза надо и умощать, умасливать, глаза надо постоянно, каждый день закапывать, и в аэрведе есть специальные капли, которые, которые вот помогают, в этом уходу, там есть как, в древних текстах записаны рецепты, ну, которые там взять барбарису, паривать его, там, один, иди, исти, там, ну, вот, которые мы никто не будем делать, и для этого есть капли, которые, вот, применяются, очень, вот, эланирку джамбу, айсатин, и, это, они будут вещь, ну, вот, мы должны понять, что вот это печенье, это, это вот определенная боль, покраснение надо, чтобы вызвать, начинает вот смызать деление очень усиленно, провоцироваться, и это надо просто для того, чтобы промыть вот эти каналы, потому что мы, слава богу, в жизни мало плачем, вот, но оно все там должно работать, все должно именно промываться, увлажняться, и для того, чтобы не плакать, ну, вот, есть разные капли, которые мы должны, мы промыли глаза, рекомендуется промыть чистой, холодной водой, вот, даже без капель, и даже если нет капель, просто промывайте, вот, мойте глаза, чем чище вода будет, тем лучше, вот, то есть, вот, просто, это должно быть присутствовать, как чистка порта, после этого вы закапывали, после этого мы переходим к обслуживанию своего носа, это вот, где два отмерзия таких, которые, через которых проходят, там, десятки тысяч, литров кислорода, соответственно, когда, мы попадаем не в ту атмосферу, а мы как городские жители, все, мы живем, ну, вообще, не в той экологии, которая должна быть, то есть, как правило, вот, много чего откладывается, вот, в этом духа, отдыхательном пути, особенно, вот, носоглотки, это, как бы, прием, первый, вот, прием этого воздуха, как и бактерии, мы знаем, как, ну, вот, все вот, все, то, что летает в воздухе, знаете, вот, иногда приходишь, белой рубашке, походишь, день, а потом приходишь, вроде бы, что ты, не где-то, там, непонятно, не на стройках лазишь, ты, по центру города, там, прошелся по нескольких улицах, а ты уже видишь, что вот рубашка, уже вареный чок уже такой серый, а то и черный, если целый день побегал, ты понимаешь, что это, это все вот откладывается, а вдыхательная система, это активная система, это то, что мы должны постоянно ее чистить, и для этого существует, как и простое кунжутное масло, которое, то есть нет у вас специальных капель, то, вот, просто кунжутное масло, это, оно, увлажнит, оно, вот, растворит вот это, потом, после этого промыть, так же существует, да, существует вот промывка носа, как соленый ясенов, сильно заложен, если там много слизи, то есть много капхи, то надо вывести его соленой водой, то есть это тоже хорошо, но в аюрмиде более мягкие методы еще, это такие капли, а ну таи, и, которые, вот, просто чудеса там, некогда, первый раз, сделали процедуру этими каплями, там, тебя ложат, тебе накрывают полотенцами, лоб, где-то в течение минут 10-15, тебе ложат горячее полотенце, на лицо, меняют постоянно, одно, второе, потом нагревается, меняют, 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 потом закапывают, там, если, ну, такая ежедневная, протилактическая процедура, там, где-то, две капли, скажем так, туда закапливают, пять-десять, мне по десять закапывали, и потом, вообще не понятно, откуда начинает выходить слизь, вот, когда, особенно, когда первый раз, потом, второй раз, я уже делаю это регулярно, то есть, это полонел, вот, полстакана слизи, и, знаешь, просто откуда это все взялось, то есть, оно, вот, как растворяет, оно, вот, все вот эти, наши, залежи, всех наших пазух, которые есть у очень многих людей, после этого мы закапываем уши, также, большинство случаев глухоты, это как раз там пересыхание этих каналов, то есть, мы, старость, это вот пересыхание, и мы должны понимать, что, вот, снова мы, этот лучший антидот, это масло, как кунжутное, слово, вот, знаете, просто, вот, кунжутное, это самое такое универсальное масло, вот, как трипл, оно везде принимается, но, вот, воюнвиде, король масел, это кунжутное масло, много лечебных препаратов делается на основе кунжутного масла, если у вас нет какого-то специального масла, потому что в Алилии есть масло, и для ушей специально, это все, и этим рецептом уже тысячи лет, вот, которые написаны в Чарка-Самхите, это две с половиной тысячи лет, по-тому писанию, и эти рецепты там описаны, и за это время не менялись, вот, как был записан на Мутаим, как, все, вот он и поменялся, все этот рецепт отработан, и вот, все понимают, что, это проверено, это, получено вообще каким-то, возможно, даже запредельным путем, потому что оно уже, оно совершенно, и, ну, давайте сравним современную медицину, знаете, я, мой друг, врач, он говорит, если я лечил, сейчас, такими методами, которые я лечил 22 лет назад, меня бы в тюрьму посадили, а раньше это были вот такие схемы, вот такой подход, ведь сколько лекарств писали, списали вообще со схемой, были объявлены вредными, то есть то, что сейчас происходит, это вот в какой-то мере экспериментно продолжается на людьми, потому что никто не знает, как то или иное лекарство вылезет через какой-то промежуток времени, а чем прекрасна Ельета, то это будет потом же все проверено, все проверено, но все известно, и даже если мы, чем прекрасно, то, что мы, я когда только знакомился с Альюльведой, у меня был определенный скепсис, и мой друг, это хозяин сиди в магазине Ганга, Макола, он взял, собрал таблетки с разных баночек и выпил, я говорю, ты не боишься, потому что он говорит, так вот я тебе показал, что вот ничего не было, и просто вот оно как-то, а может я не получу никакого бинта, потому что они от таблетки нейтрализуют руки, то есть вот, но никакого бинта не будет, мы должны постепенно приобщаться к Альюльведой, и Ельета, это то, что надо всем, это как помощь, как жидкость и средство для обслуживания нашего организма. После того, как мы закапали в уши, рекомендуется, вот я сейчас делаю это во время, вот я сразу набираю тоже масло, и я получу урок маслом. Есть специальное масло, Еремитальный, то есть, которое вообще, ну просто король, это, у меня некоторые люди, они после этого верили, проверили в Альюльвед, когда у них какие-то проблемы с полостью рта были, Еремитальный, это масло, по-дружески, вот он смотрит там через два дня, говорит, все прошло, я говорит, не знал, вот и пробовал и то, и все, и это, и вот как-то не помогало, после этого все прошло, то есть лучше полоскать и емитать, если нет, то тоже кунжутное масло, и это такая процедура, в принципе, как и закапывание носа, которая дает стабильность всему, всему, всей голове, и в свое время, вот человеку делится на две части, как бы, то, что до ключи и выше ключи, и вот эта часть, она по сложности, она где-то сопоставима, как с нижней частью, вот, особый уход, то есть это как центр управления, особый уход, вот, должен быть, вот, как раз вот за ней, вот то, что мы делаем, вот эти процедуры, как закапывание носа, то мы, мы не просто промасливаем нос, мы увлажняем, вообще, вот, как бы, всю срубу, мы расслабляем ее, то есть мы убираем, вот эту, вот, вот эту, вот эту энергию, энергию, которая вот сушит, которая блокирует, которая спазмирует, которая вызывает всевозможные психические там нарушения, ну, просто вот неправильные эмоции, вот, когда мы даем эту стабильность, даем это тепло, даем это питание, то у нас налаживается и сон, и техническое состояние, так, и полоскание масла, я сейчас, полоскание маслом рта, а вот от зубной боли может помочь? от зубной боли? и рамидат. не знаю, вот вазика, там можно ее только вот, как бы, заморозить, масло не поможет, чуть-чуть ослабить, потому что любая боль, там присутствует, вот фаттала присутствует, но она ее может сделать, только более дубой, вот, что дает в тексте написано, полоскание масла во рта, вазике, конспект, сила челюстя, сила голосу, устраняет всю просьбор, укрепляет зубы, и лёсны, эмаль меньше истощается, горится с парадонтозом, красоту, красоту лица, такое, в момент я тут, ну, сначала не понял, то думал, красоту зубов, но я говорю, красоту лица, потому что, такая, для кожи, вот это хорошо, вообще, все процедуры с маслами, они, вот, как бы, хорошо влияют на кожу, на, борьбу, с уяданием, с каренем, потому что, вот, старость, насухость, мы можем видеть, попрошенным людям, они, как бы, ссыхаются, уменьшаются, и только, восстановить, помочь. В зависимости от ваших дождь, и в зависимости от, любых масла, любое масло, оно уже будет, внести, внесет себе, вот, в эту, вот, определенную энергию, мы должны знать свойства масел, продиагностировать, вот, свою ротовую полость, мы должны посмотреть, на, есть ли у меня воспалительные процессы, есть ли воспалительные процессы, то тогда это должно быть охлаждающее масло, охлаждающее масло, это, из самых доступных, это, оливковое, и, самое холодное, это кокосовое масло, если у вас, наоборот, там слизь, тогда можно горячим, тогда можно даже, и горчичным маслом, тогда, вот, ну, все, вы должны, вот, исходя из того, вот, из себя, просто кунжутно, оно универсальное, оно подходит всем, скажем так, а остальные масла, уже надо, вот, смотреть, есть какие-то условия, кому-то подойдет, кому-то не подойдет. Послушайте, масло ГХИ, топленое? Топленое, ГИ. В ГИ, и тогда используются, вот, косметические процедуры, это, процедура, это одно из лучших масел, у меня, есть подруга, она, занимается профессионально-косметикой, вот, я был у нее в гостях, у нее на столике, не ее, вот, препарата, у нее масло ГИ, еще одно масло, у нее чисто масло, у нее даже какой-то специальной косметики там нету, почему, потому что, вот, ну, вообще, по Эльбиде, есть такое утверждение, что вот нельзя кушать, то нельзя ее на кожу намазывать, вот, и как косметическое масло, оно, вот, но, вот, какие-то обтирания, такого не делают, делают, делают масло для глаз, делают специальную процедуру, процедуру, такие очки, из, из теста, Олега, и туда заливают горячее масло ГИ. вот, и вот оно питает, оно, так и кожу питает, так же, вот, питает глаза, тоже. так же рекомендуется, перед приемом еды, съесть, натощак, вот, все, вот, кроме, склонных, там, сильно склонных по воде, рекомендуется съесть, вот, ложку, чайную ложку масла ГИ. Это, вот, это уже, как бы, смазка, и, это, и в то же время, это, растворение токсинов. Вот, наши токсины, они имеют, вот, есть водорастворимое, есть жирорастворимое. С водорастворимыми, как правило, справляются в нашей почке, вот, а жирорастворимыми, тут, другая ситуация, тут мы, мы их можно, например, один из таких подведов, жирорастворимого токсина, это холестерин, вот, и вот холестерином можно бороться двумя путями, вот, это путь статинов, и, то есть, вот, аюмеда, это как бы растворение масла, масла, мы можем, вот, я 17 лет, был связан с искусством, и, и, как правило, пачкался об свежем картины, пачкался маслом, и это, так, это целая проблема, масляная краска, и эта масляная краска, можно так, можно, или растворителем, и это мы проводим аналогию, это как вот статин, со временем, и можно снять масло, и вот этот маск, вот, эти токсины, это АМО, о которых, вот, и предыдущие, по векторам говорили, вот они имеют, вот, такой, очень похожий, такую, консистенцию, как вот, вот эта масляная краска, и вот, внутри, масла, гим, вот, очень хорошо употреблять, это будет, как вот, 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 начало, растворения, вот, многих токсинов, и так же, вот, борьба, с, вот, этими, с повышением ваты, я недавно, вот, в лекции, на того, из своих учителей, он такой говорит, наша жизнь, это, вот, это борьба с ватой, то есть, вот, только вата выходит из равновесия, выходит, потом, и, потом, другие тоши, потом, он начинает заболеть, только, ну, то есть, раз, все стадии болезни, вот, если, одно из лучших средств, вот, баланса ваты, это, как, для, 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 картии, это, может быть, чуть-чуть меньше, а, для, уаппледней тоши, это, при приеме масла ги, в определенном, нормально даже, вата может, не чайную, а основную ложку, утром принимать, и это будет только польза, да, что еще, а, если утром привычка выпивать стакан воды, то масло до стакана воды, после, после, все равно, что водой запустится, а потом, но еще, хотя бы, должен пройти, ну, хотя бы, полчаса до приема пищи, чтобы оно само поработало, чтобы не было, вообще, оно, с одной стороны, вот, очень хорошо, наш индийский друг рассказал, какая разница, вот, этих масел, вот, действительно, если мы масло, жир, кинем, там, какой-то, жирный творог, ну, просто вот, жир, который мы сняли с молока, а будет, погаснет, а если какие-нибудь это масло дни, оно, вот, возгорится, то есть, вот, легкая, легкая природа, все равно, у организма должно быть, энергии, собственные силы, для того, чтобы его переварить, и люди, у которых очень плохое, вот, пищеварение, то должны, очень осторожно, с небольшим, вот, количеством, вот, начинать, потому что, это, опять, какой-то энергетический, сильный продукт, но надо, собственная сила, для того, чтобы это переработать, вот, да, вот, вот, такие рекомендации, для кианги, для капки, хорошо, самое легкое, кукурузное, масло, для питы, хорошо подсолнечное, и олимповое, масло, то есть, это как заменитель, нашел это, а для ваты, вот, по-любому, это куцутное, для ноя, для ноя, вот, мои другие учителя, они, вот, рекомендуют, вот, но все-таки, куцутное, подогреть до 50 градусов, в текстах, дело не изнашивается, старое заведается, вот, после этого мы смываем, смываем это, и идем заниматься физическими упражнениями, каждый день, вне зависимости, получается у нас маслом, намазать себя или нет, мы должны принимать душ, если присутствующих такой проблем нет, но мы знаем людей, которые, вот, там, раз в неделю моются, то есть, это недопустимо, это наша кожа, она, и орган выделения, где постоянно происходят какие-то процессы, что-то выходит, и это, надо даже, если оно не воняет, то есть, надо это смывать, лучше всего принимать душ, два раза в день, утром он должен быть более бодрящий, вечером он должен быть расслабляющий, и этот душ, он снимает не только какие-то грубые субстанции, как грязь, вод, а он снимает вот энергетику, которую мы накопили за день, то есть, вот очень многокриятно перед сном меняет такой душ. Друзья, какие-то, может быть, вопросы будут? Вопрос. Холодная душа, голодная душа, реабливание, холодная душа. А, закаривание холодного? Ну, да, то есть, вместо холодного душа, ну, я делаю это, конгрид. А вот, вата души, это не подойдет. Самое, это приятное, это будет для бита души. Вот, вы как раз в бита душах, да, то есть, вам, у вас, вы когда заходите в помещение, вам чаще жарко. Знаете, вот бывает такое, как понять, очень хорошо, передает, насколько мы все разные, когда в одном и том же помещении, кто-то бежит закрывать окна, говорит, нет, будет, это, как и правило, вата, а кто-то, наоборот, открывает и говорит, тут же звукотар, невозможно. И вот, для человека, фито-доши, вот, то есть, обливание, вообще, холодные процедуры, то, что его, его остужает, это очень хорошо для здоровья. То есть, это будет благоприятно. Но, если это будет делать вата, то она заработает только, вот, болезни у суставов, там, и у позвоночника. То есть, он может в мягком стиле сделать? То есть, в холодную руку набрать холодную и растереться. Да, постепенный процедур. Но, вот, например, в моржевании ему, в любом случае, не рекомендуется. Ну, и вообще, я, я сам это нарушаю, ну, я, такой, патчик, 16 лет, вот, и, как бы, ну, делаю это все реже и реже, вот, и контрасты, вот, с годами это надо, вот, более осторожно делать, ну, когда ты распарился, и, там, прорубь, или, перепад давлением, сильный перепад температур, вот, якобы, ну, конечно, классно, ну, вот, это не рекомендует, вот, часто делать, ну, вообще, вообще не рекомендуют, вот, ну, раз в неделю, может быть. Ну, что, такой вопрос, как правильно делать умасливание в бане, буквально алгоритм, как умасливание сделать в бане? В бане? Да. Это лучше делать до, то есть, перед самым началом, вы умасливаетесь, то есть, это очень хорошо, масло становится, нагревается, оно становится гипростопичным, и оно начинает впитываться, то есть, вообще, по, правилам панчхикарбы, о которой, завтра, расскажет доктор, вену Шишья Умар, вот, завтра, вы узнаете, как вообще, вот, весь комплекс панчхикарбы, вот, но, в одной, апьянга, делается на панчхикарбе, человек промасливается, и садится, не в сауну, у них там такие бочечки, и голова у них, из этой бочки вылазит, и вот, человек начинает пропариваться, и в этом масло нагревается, и оно, как бы, поступает, вот, в кровяное русло, то есть, оно поступает, даже если мы, просто, умасливаемся дома, вот, теплое масло, а тут, процент, неизмеримо больше, вот, я правильно понимаю, что сначала перед ваней, нужна масляца, да, а потом лучше зайти в сухую сауну, или в парную, и сколько быть, и как выходить, и сколько, смотрите, в сухая, вообще, ну, вот, не очень, не очень рекомендуется, вот, а люди, в парную, и сколько нужно по времени там быть, сколько, сколько вы, сколько у вас получается, а сколько масля там, что-то в России нет? вообще, то есть, пока вы не выходите из бани, ну, вот, если, понятно, когда ты в бассейне, то, такого делать нельзя, а если там, можно делать несколько заходов, с одним и тем же маслом, да, на упорах, только в конце, вы можете смыть, и на упорах, чем дольше на вас масло, тем лучше, то есть, это ваша определенная защита, как-то скажите, принимать душу, нужно ли при принятии душа, применять какие-то средства, там, гель для душа, или там, вылой, или лучше, для ничего, смотрите, лучшее, это сократить, я скажу так, вот, я даже после масла, не всегда применяю гель для душа, часто, часто применяю, а иногда, если я вот, сходил пару раз в баню, потом, там, прыгал в какой-то водоем, или еще, я понятно, всплываюсь, любое соприкосновение, вот с этой химией, оно осушает прошу кожу, то есть, мы, с одной стороны, боремся с ватой души, но, потом, вот, мы снова ее, как бы, завлекаем, вот, всеми этими, осушающими препаратами, но, может быть, не каждый день, но все равно, я понимаю, в активной жизни, особенно, я, когда-то, там, каким-то спортом занимаюсь, то есть, без этого, без этого нельзя, то есть, если у вас нет, ну, какого-то, из лишнего падения, все, то можно и не пользоваться, саму, само вот это масло, просто, вот, в ней, вот, уже, оно растворяет, все эти токсины, иногда такое, вот, ты просто его, стираешь полотенцем, побыл, просто, в этом состоянии, ну, там, курсак, если это, летом, ты походил, просто, ты смотришь, потом уже нечего, нечего мыть, нечего стирать, то есть, у тебя просто, бархатистая кожа, и мы что-то не спислили. А вот вы уже ответили, спасибо. вы ответили, я не знаю, а дегтяная мыло для волоса, например, для мытья головы дегтяная мыло, например, я не знаю, не буду спекулировать, просто по илеведии оно не написано, да, не буду в этом путать, еще, как бы, я бы сказал, надо смотреть по качествам, если бы, например, я для себя, я бы, намазал, я бы почувствовал, я просто, раз в жизни, может, мыл когда-то, очень давно, но я бы почувствовал, какие у меня ощущения во время, я почувствовал, как оно вообще пахнет, я бы, вот, даже на вкус почувствовал, ну, попробовал бы, после этого, я бы сделал, подходит они мне, по качествам, или нет, как мы вообще все должны, смотреть, насколько это подходит, оно нам, мы должны после каждого приема еды, мы должны себя анализировать, как у нас легкость, у нас тяжесть, как у нас эндометика, и как у нас настроение даже, и подбирать именно то, что нам надо. Каждому свой рецепт. Да, у каждого свой рецепт. Общих рецептов, друзья, нету. Вот, мы можем, кроме, мы сегодня общие, это надо следить за органами чувств, а все остальные рецепты, они индивидуальные. Спасибо за внимание, я приглашаю вас завтра, будет лекция посвящена нашему психическому здоровью, вообще вот, нашему настроению, вот, методам влияния на наш ум. Потому что, вот, в юридическом писании, поговорить, о том, кто сделал ум своим другом, это будет ум лучше люб, а если ум не подчинет, то это будет самым большим врагом. Так что, буду вас завтра ждать. Спасибо. Спасибо, что пришли. Спасибо.